Миром дорогие друзья, много веков прошло со дня неспослания священных заповедей, таких как не убей, не укради, почитай отца и мать. Помнит и соблюдает ли их сегодня? Именно об этом и поговорим, смотрим. Так, так, вы еще не подписались на канал Алиф ТВ? Поскорее сделайте это. Будем признательны за ваш лайк и конструктивное мнение в комментариях о зарепост в соцсетях. Вам особый респект. Погнали! У нас такой небольшой эксперимент на знание 10 заповедей. Можно вам покажем небольшие картинки, а вы просто будете угадывать, какая из заповедей изображена? Можно? Давайте, держите. Интересно, интересно, можно попробовать. Держи. Так, что за заповедь у нас здесь скроется? Как вы думаете? Сложный вопрос. Понимаешь, это что-то, да, египетские времена. Но здесь может человек передавать какие-то свои... Сакральные знания. Да, знания. Ну, какое-то что-то почтение. Мне кажется, не убей. Либо жест успокоения, либо воссловения. Я вам прочитаю. Твой Господь предписал мне поклоняться никому, кроме Него. То есть это многобожие. Люди все время в Египте, они своего фараона считали за Бога. И вот они как бы в этом случае поклонялись самому. Помимо явного многобожия, когда люди поклоняются обычным живым или умершим созданиям, якобы наделенными волшебными качествами, многие, не осознавая, ставят материальные блага на первое место, не задумываясь о мире вечном. Так, что это такое у нас? Это длинный нос. Больше человек на словах, чем на деле. Все понятно. Это вранье. Да. Не соври. Виноке, не обманывай. Они не свидетельствуют лживо. Ну, врать нельзя врать. Сплетни, наглая ложь, фейковые новости – это то, чем сегодня наполнено медиапространство. Мусульманин должен помнить, что за спиной человека можно говорить только благое и возносить за него дуа. Что это такое? Это наслаждение. Мороженое идет. Ну, наверное, возлюбить ближнего. Мне кажется, ему бы стоило с ними поделиться, потому что это все-таки девочки. Здесь больше ответ тех людей, которые по ПК. Ага, зависть. Зависть. Не желание того, посредством чего Всевышний дал одним из вас преимущество перед другими. Современная индустрия рекламы, стимулирования спроса и предложения построена на греховном принципе зависти и тщеславия. Она порождает по козуху и замыкает порочный круг потребления. Да, ну что походит? Да, что это походит? Держи карман шире. Не воруй. Ну, это воровство, да. Это воровство, да, то есть не воруй. К сожалению, принцип «брать все, что плохо лежит» вошел в норму для многих россиян. Однако человек будет спрошен в мире вечном за каждое совершенное дело даже размером с пылинку. Так, смотрите, вот это что такое? А что походит? Это не родишь. Не родишь красиво и укрепи счастливо. Родишь счастливо, да. Но с абортом что-то связано, скорее всего. Да, да, да. А если брать по заповеди? Ну, не убей, получается, в целом. Ассоциируйся с абортом, да. Не убей. Прямо в точку выпали, да. Ну, я не везешь тупой, где-то что-то соображаю. Не убивайте душу, которую запретил Всевышний. Легализованный акт убийства в наши дни – аборт. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире совершается более 55 миллионов абортов. Косвенным убийством своих будущих детей можно также назвать употребление алкоголя и наркотиков до и во время беременности, что ведет к смертельным болезням у будущего поколения. Как думаешь, что это такое? Писать это можно к «не соври». Жесть, заповедь, не забывай. Это относится к таким страшным грехам «не забывай». Да. Вы как юристы уже понимаете, что это такое? Нет. Помните, американские сети управляют, что это такое? Как помните, они кладут ручку и говорят? Это присяга. Вот это знания. Своего рода, ну, по книжке, знаете, да, передаются. То есть все наши поколения, все знания. Жест свещественное. То есть люди кому-то обещают. Я говорю, тебе Богом клянусь, понимаешь, что это такие вещи. Но при этом они как бы не выполняют свои обещания. И не отец Всевышнего предметом ваших клятв, что вы благочестивы и богобоязнены. К сожалению, для некоторых людей нормой становится клясться именем Бога, совершенно не понимая высокой ответственности в этом перед ним. Тем более недопустимо употребление имен Аллаха в бранной речи. Вот что такое? Это статуя. Это похоже, знаешь, что все мы братья, силы и сестры. Давайте жить дружно. Ну, это руны, это викинги. Это, наверное, идолы. Да. Да, в случае, что мы имеем в виду? Ну, язычество. Идолы поклонцев. О, идолы поклонцев. Все правильно. В этом ничего такого нет. Мы сами наделяем какие-то моменты силой. Деревяшки, они не могут помочь. Совершенно. Понятно. Но на самом деле это маленькое нет. Это идолы поклонничества. Люди, когда, знаете, приписывают различным деревяшкам, каким-то штучкам, каким-то волшебным свойствам. Вот. Избегайте же скверный идолов. Мы идолов не будем. Это нам не нужны. Настоящими идолами и объектами высшего почитания сегодня становятся звезды шоу-бизнеса, спорта, политики, образ жизни которых далеко неправедный, а подчас даже аморальный. К явному идолопоклонству можно отнести также увлечение и полную веру в гороскопы, фэн-шуй и разного рода предрассудки, которыми до сих пор живут люди. Так, вот такое вот очень немножко такое… Ну, про разводы, то, что нельзя разводиться. Ну, один брат, ну, все выяснилось. Нет, маленькое другое, маленькое другое. Это сердце плывает, и человек погибает. Отношения – это своего рода как огонь, костер. Нужно постоянно подкидывать… Нет, нет, это ты ушел уже. В тост, в тост уже ушел. Это что-то связанное с разлукой, а конкретнее, это, наверное, не прелюбодействуй. Прелюбодеяние? А, не прелюбодействуй, наверное. Все правильно, все правильно, да. Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем. Скажи мужчинам, верующим, пусть они потупляют свои взоры и берегут свои половые органы, это чище для них. И скажи женщинам, верующим, пусть они потупляют свои взоры и охраняют свои половые органы. В некоторых странах Запада идет стремительное разложение института семьи. Прелюбодеяние стало естественным, целомудрие и верность наоборот, чем-то удивительным. При этом масс-культура открыто пропагандирует разного рода извращения, проводятся ЛГБТ-парады, легализуются гей-браки. Последний, получается, момент. Что это такое? Помолимся за родителей. Милосердие. Заботооближение? На кого походит эта бабушка? Походит на ее родители? Да, походит. Родители номер один, родители номер два. Почитают свои мать. Чтить своих предков, родителей. Любить и уважать, мало того, что свою семью, свой род, но и вообще всех пожилых людей, потому что они были когда-то такими же детьми, как и мы, то есть в таком же возрасте, как и мы были. И потом они стареют и нужно уважать, потому что они были. Через поколение передают сознание. Ты прямо рассказал почти со словами, понимаешь, из священной книги. Смотрите, если прочитаю. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им тьфу, не кричи на них и обращайся к ним почтительно. То есть как бы уважение к родителям. У меня знакомый один, его жена, тёщу его отправила в это, а сама крутая и всё. То есть в наше время такое существует, да? Существует. Причём, что интересно, людей не тех, которые отягощены, средств нет, они не могут действительно со стариками там ухаживать. А те, которые наоборот денег навалом. А старики мешают. Новости и соцсети пестрят шокирующими случаями неуважения детей к родителям и вообще к старшему поколению. Никого не удивить сегодня, если чьи-то мать или отец обречены на одинокую смерть, оставшись без внимания и заботы своих отпрысков. Я открою вам секрет. То, что сейчас засчитывал, это был текст из книги мусульман, Коран, то есть не из Библии. Но я хочу сказать, что они совпадают. Ну, как вы уже поняли, в принципе, одинаковые они заповеди. Конечно. Ну да, есть такое, да, Бог един. Единственное, что не прозвучало, значит, заповедь про субботу, потому что, как бы, здесь есть небольшие расхождения. Знали ли вы, что заповеди во всех арамейских коллегиях, они, в принципе, схожи? Да. Ну, догадывался. А почему люди отходят от их соблюдения, от соблюдения вот именно заповедей? Все осознание вот этих и пройдя через душу всех этих заповедей, приходит очень поздно. А до этого они не думают. Думать никто не хочет. Больше развито элемент удовольствий. А удовольствие – коварная вещь. Она стирает грани, как бы, к безумию близко. Общество меняется. То есть, если тот же гражданский брак, то, ну, как бы, ранний, конечно, он более непри... Сейчас, как бы, это как норма. То есть, чем дальше цивилизация, тем подальше мы будем от Бога, да? Ну, это бы как-то... Как объяснял мой тренер, религия – это не то, о чем мы должны думать. Оно было до нас, и оно такое и будет. И мы просто должны этому следовать дальше. У всех есть разные причины, но в любом случае это неправильно. Ну, от воспитания. Родители, собственно, только в основном работают, и некогда им заниматься культурным воспитанием этим, религиозным, да. Ты прямо говоришь, знаешь, как будто вот это так к тебе относится. Так оно есть, у тебя действительно мало... Ну, меня хорошо бы воспитывали вообще. Ты себя считаешь верующим? Да, я считаю себя верующим. А что скажите вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Человек, который не религиозен и не руководствуется в своей жизни заповедями Творца, не может быть счастливым в истинном понимании этого слова. Только посредством религии человек узнает о сокровенном, о тайном смысле своего появления на белый свет, об обязанностях перед Творцом и его творениями. В 56-м аяте Сура Аз-Зарият Всевышний Аллах говорит Аудзу билляхи мина шайтану рожим, смилляхи ррахману ррахим, ва ма халякту ладжинна вал инса, илля ля будун, садакаллаху ладзим, что означает, я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись, служили мне. Поклоняясь Всевышнему, человек обретает путь к постижению истины. И лишь при наличии веры, праведной жизни и следовании предписанием Творца, человек обретает духовное спокойствие, гармонию и истинное счастье. Желаю вам придерживаться священных заповедей, а значит Корана и Сунны, схватившись за них будто коренными зубами, как заповедовал наш любимый пророк. Да бог славит его Аллах и да приветствует. Миром, дорогие друзья, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok